Так, что-то там такое плывет? Нифига себе! Сверху какие-то дохлые лапы лежат. Такое ощущение, что кто-то напал на него. Блин! Кажись, я знаю, что это. Есть рыбели, друзья, есть! А что же это такое? Ребята, есть! Сработала наша палочка! Да ну нафиг, змею споймал, блин! Приветствую вас, любители рыболовных приключений! Итак, находимся мы на реке. Барка стоит. Сегодня будет бомбическая рыбалка. Половил я на фидер и утром, и вечером, и днем. Не хочет лечь больше клевать. Походу я выловил всего леща, поэтому отправляемся за хищником. Но будем его не просто ловить там как-то на фидер или на спиннинг. Кстати, на фидер это интересно хищника ловить. Вот, мы будем ловить его. Помните, какая штука у меня была? Палка, которая косила рыбу. Сейчас покажу. А, вот же она! Есть у меня видос, когда я сделал такую палку. Здесь у меня раз, два, три, четыре поводка. И вешал я сюда тесто, опарыши, ловил на эту палку красноперку, платвичку. Кидал ее в кувшинках. И когда видел, что вот эти вот язычки, в которых я фиксировал леску, дергались, значит, рыбка уже на крючке подплывал. Доставал иногда даже по три красноперки. Есть видео на канале, ссылочку оставлю, кому интересно, посмотрите. И написали мне очень много комментариев, что лучше бы на эту палку подвесить живца. Я так прикинул, а че, какая идейка. Смотрите, четыре поводка. На каждый наденем мы по живцу. И где-нибудь тоже в кувшинках бросим. Если возьмет какая щука, тогда я не знаю, надо ее как-то привязать куда-то. Потому что, если так, придется мне на веслах гоняться за этой палкой по всей реке. Ну, я думаю, это будет тоже прикольно, тоже интересно. Так что подумаем. Цель номер один у нас сейчас где-нибудь заплыть здесь камыши и наловить живца. Живца у меня нету. Взял я поплавочную удочку. Осталась у меня с прошлой рыбалки прикормочка. Есть опарыш. Так что плывем, ловим живца. Потом надеваем на нашу палку, которая будет нам сегодня приносить огромных щук. Посмотрим, получится, не получится. Хотя бы попробуем и отлично проведем время. Кому интересно, сядьте поудобней. Мой баркад загружен под завязку и мы отплываем. Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, дамы и господа, цель номер один наловить где-то живца нам. Блин, вот здесь такие камыши, я когда-то там ловил, заходил туда с берега, когда был запрет. И на ледня шикарное место, но я до сюда не мог добросить, потому что нам в воду заходить нельзя. Сейчас сюда могу заплыть, посмотрим, что там. Давайте сплаваем. Не помню, выкладывал я видео или нет. Вот где вот эта вот большая трава возле берега. Вот там я стоял, пытался сюда бросать, но здесь глубина была 20 сантиметров. Поймал я красноперку, еще что-то мелочь какую-то. Но вот здесь что-то тогда бродило. До сюда я докинуть, естественно, не мог. Здесь метров 35 расстояние. Ну а сейчас шикарные места. Можно было бы здесь попробовать по леню. Но сейчас не то время и не те цели. Еще как-нибудь попробуем. Прикольное болотце. Леневое здесь логово стопудово. Ладно, поплыли искать, где половить красноперки. Вот здесь не нравится. Если вот здесь хорошенечко закормиться, почистить, то линь сюда может выйти, в эту старецу. Красота. Ух ты, как там бахнуло, блин. Красноперка стопудово здоровая, это не щука. Есть размеры красноперок и по 500, и по 600 грамм. Интересно, интересно. Еще заодно смотрю, где нам потом эту палку запустить с живцом. Давайте проплывем еще немного вперед. Если там ничего интересного, тогда вернемся сюда. Здесь можно красноперку половить, но хочется немножко поплавать. Не то, что выплыл, сразу стал. У нас же приключения. Давайте начинать их. Какой-то настил. Кто-то здесь рыбу ловит. Как они сюда добираются? Здесь же болота, джунгли непроходимые. С лодки что ли заплывают? Но место прикольное. Интересно, интересно. Как сюда добраться? Неужели как-то с берега можно дойти? Так, что это там такое плывет? Нифига себе. Это какая-то просто странная штука. Может водолаз какой крякнул? Интересно, интересно. Вон прямо, видите, какой-то бугор. Что это такое? Как лохматые. Конь какой сдох. Что это такое? Мне страшно подплывать. Блин, и как шерсть какая-то. Может бобр какой-то дохлый, здоровый лежит. Вонище. Сверху какие-то дохлые лапы лежат. Такое ощущение, что кто-то напал на него. Да ну нахер, блин. Кто это может валяться такой дохлый огромный? Вон, видите, когти. Шерсть и все. Ёй-ёй-ёй-ёй. Что это дохлое такое? Твою мать, как будто здоровенный бобр или вообще какая-то огромная собака дохлая. Шутка и зрелища. Ладно, мы не за этим поплыли дальше. Там дальше мест интересных нету. Плывем обратно все-таки в эту заводь, где я хотел поймать линя. Там мы наловим красноперки, не будем терять время. И потом будем уже искать место, чтобы ловить огромных судаков и щук. И так, дамы и господа, друзья мои, примастился я вот этот заливчик. Вначале хотел сюда бросать, но потом какой-то ветер поднялся. И плюс кинул поплавок, здесь метра нету даже. А там поглубже, решил туда. Есть у меня прикормочка. Прикормочка у меня все та же. Ловлю уже второй день на кашу или третий даже еще с карасей начинал. Очень понравилась аромат ее. Посмотрим, как она привлекет красноперку. Плотва же клювала на нее, так что я уверен, мы сейчас здесь быстренько наловим живцанам. Попробуем кидать лучше к берегу. Что-то на русло я походу затупил. Там можем наловить только плотвы. А вот здесь на мели должно быть побольше нами любимой красноперки. Сейчас мы ее здесь подловим. Блин, ну ветер капитальный поднялся. Какое-то течение появилось. Ужас просто. Так, надо здесь немножко разгребзти. Что-то неудобно сидеть. Ну что, кинул шар прикормки. Подождем здесь. О, блин, а. Что-то размер великоват. Мне надо поменьше немного. Хотя, может, и такая пойдет. Ну что, складываем. Вот. Вот это мне нравится. Плотвичка. Размер подходящий. Опа. О, подвода как пошла. Э, блин. Это мне не надо таких размеров. Надо, конечно, поменьше. Да что ж такое. Размер великоват. Никогда бы не подумал, что я такого скажу. Ну да ладно. Не, ну ты смотри. Размер укрупняется и укрупняется. Меня как-то просили такой небольшой рыбки на сушку наловить. Можно приехать и наловить. Плотва вместе с красноперкой тусуется. Ну что, живца я наловил. Пол дела сделано. Вот столько у меня мелких рыбешек. Забросил сейчас посмотреть. Я вначале тут его хотел ловить. Пришла сюда какая-нибудь рыбка. Сейчас еще минутки две здесь постоим. Посмотрим, может, какой лещара приплыл. Ну и собираем нашу палку. Будем пытаться где-то кидать. Не знаю. Блин, течение сильное, чтобы ее не несло туда. Надо где-то, наверное, русло возле того берега проходит. Где-то там, возле куста, встать, впустить ее и к кусту привязать, чтобы она не уплыла далеко. Ну а сами будем наблюдать за этим делом. Я бы, конечно, мог ее и здесь пустить где-нибудь. Но здесь кувшинки запутается все. Да и зелье какое-то. Ладно. Давайте сейчас где-нибудь припаркуемся, чтобы не было ветра. И будем готовить нашу палку. Итак, какая здесь будет у меня конструкция? Значит, здесь оборвана одна, ладно. Остальные сделаны. Идет леска, потом грузик, потом поводок. Здесь вешаем тройничок и цепляем рыбку. Делаем небольшие поводки. Буквально, может, по полметра. И будет раз, два, три. Пускаем где-нибудь возле того берега. Там поплавает полчасика, потом, может, здесь пустим. Ну, уже, по ходу, если разберемся, будем смотреть. Я тут подумал, а что я парюсь? Если тут посередине реки она где-то прыгала, я прям здесь опущу леску, оттяну туда камышам и буду ее в натяжку держать. Что-нибудь такое попробую. Блин, первый раз делаю. Ну, сейчас будем что-нибудь думать. Вот здесь сейчас повешу тройнички, надену по рыбке, привяжу леску к палке. Сам заплыву где-нибудь туда к камышам встану и буду держать в натяжку, пусть плавает здесь. Привязал лесочку. Здесь у меня дырочка просверлена специальная. Все, леска пускай будет. Сейчас надеваем живца. Ну что, так зацепился. Вот так вот три рыбешки у меня есть. Опускаем. Пусть чай плывут. На нашей палочке. Палочка у нас на леске. И все. Закинул палку сюда. Блин, ждал меня небольшой обломчик. У меня на той катушке лески было метров 10, наверное. И она быстро закончилась. Поэтому вот на удочке есть леска толстая. Примотал я к ней. Течение капитальное меня несло. Пока не кинул якорь, ничего не получалось. Блин, пока тут норовишься. Сейчас я нормально ее вон отпустил. Что я делал? Как я видел, почему щука гоняла малька. Когда я начинал корм бросать, тогда она приплывала, собиралась мелочь и гоняла. Я сейчас отплыву на метров 20, заякорюсь. И буду под эту палку кидать прикормку. Таким образом приманивать сюда хищника. Посмотрим, получится или не получится. Блин, сейчас даже рад, что леска кончилась. Так как перемотал я ее к этой удочке. И теперь с помощью удочки я могу контролировать, куда ее пустить. То бишь отпустить еще лески, пускай подальше поплывет. Или подтянуть к себе поближе. Блин, вот так вот не означай придумал конструкцию, как эту палку подлиннее регулировать. Куда не плыть, куда не плыть. Все, леска в натяжку. Держу ее, не отпускаю дальше. Сам заякорился. Ну что, пусть плавает. Подождем здесь минут, я думаю, 30, хватит 40. Я тут прикинул, о чем мне сидеть, мечтать. Палочка пусть наша плавает. Здесь шикарный камыш. Сейчас я тут закормлюсь, и на поплавочку буду сидеть ловить, а она пускай плавает. Если что-то будет клювать, начнет наша палка куда-нибудь стремительно уплывать. Мы сразу подтянем ее. Дойди лов-то. А что? Два зайца сразу пристрелим. Значит, а вот здесь закармливаюсь. Шикарный камыш. Возможно, здесь хорошие рыбы плавают. Давайте ловить на поплавок. Провел только что стрим. Это прямое включение было. Тут на меня лодка неслась. Капец, были экстремальные условия. Думал, что меня здесь перевернет, но вроде пронесло. Половил платвичку, рассказал людям планы. Так что, кому интересно, я ссылочку оставлю в описании. Посмотрите стрим. Как на меня тут неслась огромная лодина. Или как правильно? Катер? Нет, не катер. Короче, корабль. Гнал на меня корабль. Все думал, хана мне. Ну, вроде бы справились с этой неприятностью. И плюс, вон там лупанула какая-то то ли щука, то ли жерих. Что я сделал? Я взял, отпустил подальше нашу палку. И палка, кстати, почти заплыла в эту нашу вот старицу. А потом что-то джжжжж, и уже плавает там. Это мне нравится. Пускай она там плавает. Там больше шансов, что что-то клюнет. На поплавокс поймал платвичку. Тоже поклёвывает. Лежит вот здесь коряга здоровая. Невозможно ловить. Я постоянно за нее цепляюсь, поэтому перешел кидаю туда вот дальше. Это, мне кажется, клюет. Да, клюет. Я офигел. Смотрите, какая рыбина, я такую еще не ловил. Отличная рыбешка. Фантастика. Продолжаем. Сейчас что-то приподняло. Это уже явно не корч. Блин, кидаю, наверное, метров 20 от себя. Есть рыба, есть. А, такая вот красноперка. Ну, сейчас туда придет и покрупнее, я уверен, под вечер место. Вроде бы точку нашел нормальную. Опять поклевка. Поплавок притапливает, подымает. Притапливает, притапливает. Притапливает. Есть рыбина, друзья, есть. А что же это такое? А, я знаю, что это за рыбина. Это наш дружок. Под названием американский совик, ребята. Я поймал его. Ну что ж, продолжаем. Меняем место дислокации. Камыш, конечно, красивый, но, блин, русло проходит с того берега и рыба вся прыгает вдоль другого берега. Да и плюс, эта ветка, после того, когда я оторвал четвертый крючок от нее, я уже все решил, что это не наше. Так что плывем дальше. Сменили место дислокации. Приплыл я вот к такому дереву. Здесь глубина побольше уже, где-то в пределах 2,5 метра. Ну что, здесь рядом какие-то кувшинки. Вот так вот возле дерева, вот здесь закормлю и буду ловить. Посмотрим, может, что и клюнет интересное. Палочка же моя вот так натянута и вон там идет. Тоже там глубина где-то около 3 метров. Здесь, конечно, больше шансов. Вся рыба ходит здесь по руслу. Хищная, я имею ввиду, прыгает. Сколько я вон там в этом Акенце не сидел. Раз 7-8 вот здесь, возле этого берега рыба скаканула. Там же была тишина. Посмотрим. Главное, чтобы лодки не приплыли и начали гонять, потому что не заметят эту палку. И возьмут ее бабахнут. Будем смотреть по обстоятельствам. Ну что, вечерняя рыбалка на поплавок, плюс рыбалка на палку. Два живца заряжены. Да ну нафиг, змею споймал, блин. А нет, это такая ветка. Я уже подумал, змеюка. Надо чуть помельче сделать. Сняло. Че это такое? Густерка. Ага. Это отличный живец. Здесь на густеру хорошо рыбка клювала. Посмотрим, может потом достанем нашу палку. Я недавно проверял. Все живцы живые. Как только если кто-то там перестанет двигаться, наденем эту густерку мелкую. Сейчас прочитал комментарий, вспомнил. Блин, ну ей лоханулся. Я же хотел так живца ловить. И как рассказывал, что здесь парень с девушкой как-то ловили. Парень на фидер кидал кормушку с кормом. Создавалась муть. А девушка рядом туда же кидала спиннинг в лесну. И так они здесь пытались поймать жереха. Не знаю, я ушел. Поймали они, не поймали. Но вот так один кормил, кидал прикормку. Собиралась мелочь. И жерех за этой мелочью гонялся. Вторая кидала в лесну. Что я хотел сделать? Я хотел к этой палке тоже привязать там какой-нибудь мешочек, сеточку. И туда насыпать какой-то прикормки. Батона положить, что-нибудь такое, чтобы муть сдавала. И возле палки бы этой собиралась мелочь. Ела бы этот батон, крутилась бы. Так мы привлекали бы жереха. И тут наш живец, он бы его хватал. И думаю, что-то я забыл сделать. Е-мое, что-то ко-моему хотел как-то я привлекать. Вначале думал так, что руками кидать корм. Но потом вспомнил, нет, как-то я по-другому думал. И сейчас читаю комментарии. Мне вот подписчик написал, говорит, попробуй сеточку и хлеба туда. И тут я вспоминаю, блин, так я же таки хотел делать. Капец. Как я так опростоволосился. Сейчас бы там висел хлеб, сейчас бы там собиралась мелочь. Уклейка какая, которую он здесь гоняет. Просто капец. Ребята, есть. Сработала наша палочка. Ух, блин, а что это она так? Ой, ё-моё, леска как в руки режет. Так, тихо, не торопимся. Не торопимся, блин, есть. Не идет нифига. Ух ты. Блин, сниматься с якорей, ёлы-палы, что делать? Держу. А-а-а-а-а. Да, вытягивать, конечно, ее сложновато. Блин, ну что делать? она уперлась палка боком стала твою ж мать как же быть снимать якоря что ли твою мать не так дело не пойдет снимаемся с якорей оторвалась палка их оба их вот еще один конечно папандос что так нашу удочку нафиг это палка когда что-то клюет она становится раком и все на этом деле ее не достать так ладно она еще не уплыла сейчас я по-быстрому это все дело достаю якоря якоря так палка наши там за деревом отлично может далеко не уплывет вот она здесь кувшинках попытаемся болен конечно с этой удочкой проблематично будет так иди сюда наша штукенция ё-моё уперся в камыши блин так чё тут у нас это нормально все здесь у нас здесь у нас вот что оторвало нахрен голову и сошла твою ж мать да конечно тяжеловато и удочка и якоря выплываем отсюда ну что переделал я нашу снасть повесил новых живцов запускаем по новой нашу палку леску отрезал запуталась здесь посмотрим блин обидно конечно чувствовал была какая-то рыбина и вот так вот можно сказать прозевал ну не то чтобы прозевал там еще больше кувшинки она затянула блин надо здесь по-быстрому удочкой помочь направить немножко в другое русло а то она сейчас так заплывет ко мне под поплавок сейчас мы и оттолкнем давай туда плави все нормалек отпускаем обратно блин так хорошо стояла она я не заметил что потиху потиху туда за ветку она я смотрю что-то уж больно и дергает решил так немножко подтянуть проверить а там ты капитально так в руку ё-моё думаю ребята смотрите кого поймал подлещик все-таки он и тут есть густера плотва подлещик ну что вся рыба можно и здесь стоять ловить все друзья ловим последнюю рыбку да и плывем на берег подводим итоги я уже блин не чувствую ни ног ни спины затекло все но все равно я доволен отлично порывали была поклевка снасть мы доработаем место нашел шикарное клюет и на поплавочку шикарно рыба и отлично можно на палку эту половить сейчас еще чем-нибудь поймаю его вроде что-то клюет да и поплывем на берег но пошла рыбина ну вот и все друзья мои я на берегу ноги затекли капец в этой лодке целый день но оно того стоило значит что по нашей палке был у меня вот здесь живец один висел и вот здесь один висел был еще один посередине но он что-то путался я его короче оторвал что мы сделаем мы по краям здесь и здесь оставим живцы а посередине повесим какую-нибудь марлечку туда кой каши с батоном напихаем или с хлебом он будет давать муть собирается куча здесь уклейки и этот жерех судак и щука лупасит эту мелочь но в основном жерех лупасит мы значит все это сделаем запустим налетит мелочь начнет эту муть есть подлетает жерех мелочь рассыпную два наших живца на месте хватает мы подсекаем и рыбешка у нас руках как вам план вскоре выезжаю на реку все это дело делаю тестируем проверяем и посмотрим какие результаты будут но по сегодняшней рыбалке тоже замечательно поплавал по камышам знаю уже где наловить живца знаю где эту палку закинуть все буду по тиху собираться кто не подписан на канал предлагаю подписаться кому понравились мои рыболовные приключения можно бахнуть лайк кому есть что дополнить пишите в комментариях ну и всего не болейте не кашляйте и до скорых встреч а вы в курсе они будут очень и очень скоро пока пока пока